Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем смотреть стих, 4 глава книги «Бытия», 17 стих. Здесь сказано, «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». И у нас возникает вопрос, откуда Каин взял себе жену? Есть несколько ответов на этот вопрос. Но первый ответ предлагается следующий. В 5 главе книги «Бытия», 4 стих, сказано, «Дней Адама, порождение им Сифа, было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». Нечто подобное сказано и о самом Сифе, это уже 5-7, «И родил он сынов и дочерей». Подобное сказано и об Эносе, «И родил он сынов и дочерей». Эта фраза встречается несколько раз. Это словосочетание. О чем это? Еврейская конструкция данного отрывка, и родил он сынов и дочерей, предполагает следующее истолкование. Всякий раз, когда рождался мальчик, с ним рождалась девочка, которая могла стать его женой. То есть в те времена это был как бы общий такой принцип. Господь так делал, что рождался мальчик и с ним девочка. Конечно, здесь сразу возникает вопрос, а они же были родные братья и сестры. Разве это не запрещено в Священном Писании? Запрет на подобные отношения появляется в Библии значительно позже тех событий, которые мы с вами здесь исследуем. Это книга Левит, 18 глава, 6 стиха и ниже. «Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь, наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Это 18.9, прямой запрет на подобные браки. В Священном Писании говорится о том, что до появления закона, заповеди, грех был мертв. То есть грех не являлся грехом. Пришла заповедь, и грех ожил. Ну, действительно, если закон не существует, то нет нарушения закона. А так как первые люди, они были еще связаны с совершенством четы, жившие в раю, которых непосредственно создал Бог с Адамом и Евой, они были их ближайшие родственники, то, конечно, и сама природа этих людей была другая. Они жили значительно дольше. Значит, подобные отношения, они не наносили того ущерба, который наносится, например, в наше время, если люди бездумно вступают в подобные запрещенные отношения. Или, возможно, эти отношения становятся опасными для возможного потомства, когда там брат с сестрой вступают в такие отношения, заключают незаконный брак, именно потому что есть заповедь Бога, которая запрещает подобные отношения. Таким образом, действительно, без закона грех мертв, и нет преступления там, где нет заповеди. С другой стороны, мы с вами часто вспоминаем, в Писании сказано, что заповеди, закон, они даны нам для жизни, эти заповеди, и все эти законы, предписания и постановления. И по мере того, как возникает жизненная необходимость, в той или иной заповеди она появляется. Конечно, кто-то может возразить, так не было заповеди не убий, и, может быть, Каин, который убил Авеля, он как бы ничего не нарушил. На самом деле, первый человек-убийца – это даже не Каин. В Библии, в ее христианской части сказано, что первый человек-убийца от начала – это дьявол. Бог является источником жизни, но не смерти. И когда человек становится причиной смерти другого человека, это самый суицидальный грех. Таким образом, человек, уничтожая жизнь другого человека, он уничтожает жизнь самого себя. И его кровь должна быть пролита рукой другого человека за то преступление, которое он совершил. С другой стороны, мы не знаем всех обстоятельств жизни древних людей. Библия, во-первых, не сообщает нам имена всех, которые непосредственно родились от Адама и Евы. Речь идет только о Каине, Авеле и Сифе. Но при этом, говорится, мы прочитали, что Адам рождал сынов и дочерей. То есть Библия нам говорит в основном о тех персонажах, которые сыграли какую-то ключевую роль, или отрицательную, или положительную, в судьбе всего рода человеческого. Таким образом, со всей очевидностью мы можем сказать, что в настоящее время такие отношения считаются крайне греховными, и они разрушают здоровье возможного потомства таких отношений. И те племена, которые замыкались сами на себя, они в конце концов вырождались, потому что Богу это не угодно, эти те отношения, которые Он не одобряет. Но сказано, что ради нужды бывает применение закона. А нужда была? Какая нужда? Исполнить Божью заповедь, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. А эта заповедь была дана еще нашим прародителям, Адаму и Еве. Поэтому ради исполнения этой заповеди они вынуждены были вступать в подобные отношения, потому что не было каких-то других параллельных ветвей существования рода человеческого. Ибо Библия учит, что от одной крови произошел весь род человеческий. Спасибо, Господь!